Журналисты команды Алексея Навального нашли, чем занимается сейчас одна из дочерей Путина. Мария Певчих рассказала о том, что дочь президента Российской Федерации Мария Воронцова была назначена одним из замдеканов МГУ. У меня для вас новости науки. Дочь Путина Мария Воронцова втихаря назначили замдекана факультета фундаментальной медицины МГУ. А вы говорите, у молодых ученых в России нет перспектив. На месте декана я бы напряглась от перспектив Марии. Также журналистка подтвердила свои слова снимком, на котором среди членов ученого совета факультета фундаментальной медицины есть Воронцова Мария Владимировна. Кандидат медицинских наук, доцент. Доцент кафедры внутренних болезней, заместитель декана по науке. Что интересно, на сайте факультета такой информации нет. Воронцова не упоминается ни в списке членов ученого совета, ни в списке деканата. Мария Воронцова детский эндокринолог по образованию. Это первая дочь Путина и Людмилы Шкребневой. В начале 90-х она с родителями вернулась в Ленинград с Германии. Доучилась в школе и пошла изучать биологию в Санкт-Петербургском государственном университете. В 2011 году она окончила факультет фундаментальной медицины МГУ, став соавтором нескольких работ и книги на тему генетики. Однокурсники Марии догадывались, что она не из обычной семьи, но точно о ее родственных связях мало кто тогда знал. Эпоха интернета сделала свое. Не так давно Воронцову обнаружили в чате выпускников факультета. На аватарке Мария Ви – статуя Гигеи, греческой богини здоровья. Мария Ви – активный участник группы. А про имперские замашки и Крым поменьше читайте западной прессы. Стыдно желать предоставить Крым Западу. Она одобряет войну, а Россия для нее не агрессор, а жертва и вынуждена защищаться. Мария перекладывает ответственность со своего отца и уверяет, что США развязывают войны. Мне бы очень хотелось даже до тех времен, когда США будет подвергаться санкциям хотя бы за одну из войн, которые они развернули. Вроде бы взрослый человек, но убеждает своих однокурсников в опасных американских биолабораториях в Украине. Все по методичке российской пропаганды и Путина. Мы спонсируемые ими лаборатории оказались на территории Украины, Грузии и так далее. В общем, чат выпускников превратился в пропагандистское шоу от Марии Владимировны. Нет стопроцентного подтверждения, что это действительно дочь Владимира Путина. По словам моего собеседника, участники чата в личных разговорах утверждают, что это так. Так считают те, кто с самого начала в этом чате. И они же периодически предупреждают новеньких, если кто-то с ней начинает очень сильно спорить. Видимо, именно после такой политической активности Воронцову поставили замдиканом. В МГУ им как будто намазано. Вторая дочь Владимира Путина, Катерина Тихонова, также тесно связана с МГУ. Она работает замдиректора Института математических исследований и главой Института перспективных исследований. Но после того, как в апреле 2022 года Мария и Екатерина оказались под санкциями США и Евросоюза, им ничего больше и не остается, как работать в родной России, которая совершенно не видит перспектив и будущего. Редактор субтитров А.Семкин